Мама, у меня комплекс На очень интересную тему Она называется комплексы Я для себя Выделила 4 шага К тому, чтобы избавиться от комплексов Я постараюсь с вами ими поделиться Да, комплексы есть у всех И первое, что вам нужно уяснить Это то, что вы не одни Комплексы Они присутствуют в жизни каждого человека Если вы увидите человека какого-то И вам кажется, вау У нее нет комплексов, вот стопудок Это не так Этот человек либо избавился от них Каким-то образом, либо он сейчас От них избавляется Другого не дано, обязательно у кого-нибудь есть То, что его беспокоит В его внешности, поведении Может быть в характере Совершенно не важно Совершенно не важно Но обязательно у кого-то есть комплексы И поэтому уясните для себя Что это нормальное явление И вы не какой-то Ущербный человек Если у вас есть какие-то комплексы Это нормально Второй шаг Второй шаг Постарайтесь не акцентировать Внимание на том, что вас беспокоит Это еще больше привлекает внимание людей Допустим я Когда я училась в школе Я жутко стеснялась из-за своих рук Точнее из-за того, что на них волосы Девушки вас точно меня поймут Волосы на руках есть у всех Просто у кого-то они светлые А у кого-то темные И у меня, как известно По моему лицу в принципе видно Что они у меня темные И я жутко их стеснялась И постоянно прятала вот так За спиной вот постоянно Или я не знаю Или под одеждой прятала Ну в общем я постоянно Привлекала внимание к этому И в конце концов дошло до того Что я настолько сакцентировала Внимание на этом Что мой шкодник-одноклассник Раз заметил это И естественно начал подкалывать И тут понеслось просто И тут начались эти издевки Хотя до этого он этого не замечал И так же вы Если у вас есть какие-то комплексы Не надо акцентировать на них внимание Если вас беспокоит Допустим Что у вас недостаточно ровные зубы Не надо каждый раз смеясь Там и прикрываться Потому что ты больше Влекает внимание И люди думают Ага, что это она прикрылась Да блин, у нее оказывается Зубы кривые Или что-нибудь в этом роде Старайтесь не акцентировать На этом внимание Третье Будьте честны сами с собой Вам нужно признаться Самой себе Что да Вот эта проблема Это мой комплекс Или это то, что меня беспокоит Нужно определить очаг Очаг, откуда идет проблема И естественно Это будет легче для вас Легче будет бороться с этим Вот допустим Опять на примере меня На третьем курсе университета Я проходила практику журналистскую И меня отправили на форум Форум кавказской молодежи Дамбай Отдельно расскажу про этот форум И как он изменил мою жизнь Но на сегодня я хочу сказать Когда я туда ездила Я была другим человеком Я жутко стеснялась что-то сказать Я приехала туда И там огромное количество молодежи Умной, эрудированной Я столько людей В одном месте Концентрацию таких умных Деятельных Творческих Талантливых людей Я не видела И соответственно Мне было страшно Что-либо сказать не то Или Блин, с ними познакомиться Я не смогу И я постоянно ходила И молчала Просто ходила и молчала И ездила я туда с подружкой Которая вот оплот Просто олицетворение Общительности Добродушности Жизнерадостности Жизнерадостности Да Вот И она Мы просто к ней все подходили С ней все разговаривали Она была общительная И смотря на нее Я Как потом Сказали мне Участники этого форума Попозже уже Такое чувство Что ты Пряталась за Ее юбку Да, я постоянно была рядом Но я молчала Я была таким бесплатным приложением Кивала и все Там были лекции Мне было что сказать Но я боялась Поднять руку Или что-то сказать По приезду Я поняла, что это проблема Я поняла, что ее нужно Как-то решать Я признала себе Что да Я не могу разговаривать С людьми Я не общительная Мне нужно этим заняться И что я делала Это уже следующее правило Четвертое правило Находитесь постоянно В зоне дискомфорта Я для себя Я услышала такое мнение Которое я просто сохранила В памяти На всю жизнь Чтобы развиваться Вам нужно постоянно Быть в зоне дискомфорта То есть, допустим Мне было некомфортно Находиться в месте Где большое скопление людей Мне было некомфортно Выступать перед ними С какой-то речью Мне было некомфортно Вообще говорить В Донбайе я создала Себе комфортные условия Ни с кем не разговаривала Особо не знакомилась Так сидела, молчала Мне было комфортно Но Если вы хотите Избавиться от чего-то Вам нужно постоянно Толкать себя В эту зону дискомфорта И я поняла это Для себя Уяснила И начала Участвовать Во всех мероприятиях Где нужно Публично выступать Где нужна Публичная речь Нужно интервью давать Я жутко боялась Я не хотела Но я шла И говорила Я себя заставляла На самом деле Заставляла постоянно Быть в этом напряжении И со временем Мне кажется Что этот барьер Он как-то стерся Ну так вот Что-то Можешь Только Дублик И я надеюсь Что это как-то Вам поможет Если у вас есть Свои какие-то Способы Или вы Каким-то путем Избавились от них Или у вас Они есть сейчас И они вас Беспокоят Пишите пожалуйста В комментариях Я все читаю И мне очень приятно Когда вы Комментируете Не все Правда Ну ладно И так же Если вам нравится Видео Ставьте лайк Подписывайтесь На мой канал Я слежу За каждым Подписчиком Я слежу За вами Все прохожих Вася Кстати Если у вас Есть идеи По поводу тем Какие видео Вы хотели бы Видеть на моем канале Или какие видео Вас интересуют Или может быть Какие-то темы Пишите тоже В комментариях Я буду Рада каждому И я постараюсь Рассмотреть их Может быть Правда У вас есть Какие-то идеи Классные Супер Я обязательно Запишу Свою графу В блокноте Темы И сниму На эту тему Видео Оставайтесь Со мной И Как говорят Мусульмане Ассаляму алейкум Пока-пока